Туристический сервер Закарпатья и туристический клуб Альфокс представляют Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами находимся в Комсомольском парке города Ужгорода. Комсомольский парк это старое его название, которое было дано при закладке парка, а сейчас оно называется Боздорский парк, хотя мне кажется, первоначально оно более соответствовало своему названию, так как в парке, в его закладке принимали участие комсомольцы города Ужгорода, но все это давно уже в прошлом. Почему я хочу сегодня вам показать этот парк? Потому что именно в самом городе Ужгороде, ну город находится в районе Вулканический Карпат, много минеральных источников. И вот несколько минеральных источников, которые находятся на территории Ужгорода, это район Радванки, район Галагова, также несколько источников находятся и в районе Боздорского парка. Вот вы видите одну из свердловин, которая в данный момент заглушена и находится здесь. Я узнаю ее состав, этой минеральной воды и в одном из видео или в ссылке под этим видео я постараюсь вам про это рассказать. И сейчас мы с вами идем к одному из источников, которые открыты и для пользования можно попробовать минеральную воду. Дорога идет через парк, вы видите, что в этой части парк заброшенный, неухоженный, поросль полностью покрыла то пространство, которое когда-то было оккультуренным. Ну, жалко, конечно, потому что сам по себе парк находится в очень живописном районе города Ужгорода, является зеленой зоной. И ужгородцы приезжают сюда и с семьями в любое время года, для того, чтобы глотнуть глоток свежего воздуха и насладиться природой. Вот мы сейчас в данный момент идем по аллейке и вы можете увидеть, что и слева, и с правой стороны деревья высажены уже руками человека. Поэтому эта аллейка имеет оформленный вид и видно, что она не природного происхождения. Да, это одна из аллей, которые первоначально были посажены в тех далеких 70-х годах. Вот мы с вами выходим на полянку, с правой стороны от нас русло реки Уж. А мы с вами выходим и смотрим. Вот одна из скважин, вы видите. В настоящий момент в ней есть вода, но не видно никакого ни крана. Нельзя набрать эту воду, можно очевидно только чем-то зачерпнуть. Сейчас попробуем что-то найдем, хотя вода однозначно не чистая. Ну вот пузырьки воздуха выходят, это очевидно все-таки или углекислота, или сероводород. Нашел стаканчик. Вода сама по себе как бы прозрачная. Но я думаю, что для питья она непригодна. Очень много в воде различных соринок, частичек пыли и другой мелкой грязи. Ну что ж, очень жалко, потому что эта скважина была одной из допримечательностей нашего города Ужгорода и Боздашского парка. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...